Добрый день, коллеги! Меня зовут Максим Василенок. Я представляю компанию CoderLine. Сегодняшний наш вебинар будет посвящен сравнению двух конфигураций. Это 1С комплексная автоматизация и 1С ERP. Особое внимание мы уделим различиям в блоках планирования, бюджетирования и производства, которые, как мне кажется, являются основными ключевыми инструментами для эффективного управления предприятием. Наша встреча будет построена следующим образом. Я расскажу про разницу в ресурсных спецификациях, разницу в ведении производственного учета. Постараюсь объяснить, чем важно планирование ресурсов, а также суть бюджетного процесса. Ну и завершающим нашим блоком станет блок отчетов. Я покажу отчеты, которые будут максимально наглядно показывать вам эффективность работы предприятия. Итак, начнем. Прежде всего, хотел бы зафиксировать основные цели и задачи автоматизации. На мой взгляд, их всего три. Это автоматизация ключевых бизнес-процессов, контроль показателей деятельности и анализ и оценка эффективности деятельности. На картинке представлены блоки одной и другой конфигурации. В центре выделены те блоки, по которым эти продукты сходятся, и за рамки вынесены блоки, по которым они различаются. Но прежде всего вы видите, что такие блоки, как организация ремонтов и международный финансовый учет не представлены в комплексной автоматизации. Помимо этого, есть различия по блоку бюджетирования и управления производством. Если говорить про блок бюджетирования, то в комплексной автоматизации отсутствует такой инструмент, как бюджетный процесс и, соответственно, инструмент контроля этого процесса. Что же касается управления производством, то здесь можно сказать следующее. Блок производства в комплексной автоматизации относительно простой и позволяет, хоть он и позволяет работать с ресурсными спецификациями, передачи материалов, регистрации, выпусков и расчета себестоимости, хотя расчет себестоимости можно сделать по заказу клиента, но в данном случае потребуется заведение серии. Можно сказать, что система управления производством в комплексной автоматизации позволяет в большей степени фиксировать результаты производственной деятельности, нежели управлять их. Итак, давайте рассмотрим более подробнее. Начнем с ресурсных спецификаций. Ресурсные спецификации – это справочник, вид NCE, который описывает параметры производственного процесса, изготовление продукции, либо полуфабриката. Как вы видите, различия здесь довольно существенные. Это и вид рабочих центров и их доступность, это документы разрешения на замену материалов, маршрутные карты. Есть такой инструмент, как нормативы производственных расходов и планы калькуляции. Давайте рассмотрим каждый из них. Итак, рабочие центры. Ресурсные спецификации указываются в список номенклатурных входов. Это могут быть материалы, либо полуфабрикаты. Есть, соответственно, указываются выходы, объем трудозатрат, состав этапов производственного процесса. Указываются материалы и полуфабрикаты, которые будут задействованы в процессе производства. Указывается способ их получения, статья калькуляции. И, помимо этого, есть возможность привязать к этапу производства. Указываются трудозатраты. Ну и, собственно, указывается производственный процесс. Он может быть многоэтапным, либо одноэтапным. Как правило, в комплектной автоматизации, ввиду того, что там отсутствует, предполагается, что там отсутствуют сложные технологические процессы, производство одноэтапное. Для производственных потребителей, как правило, это многоэтапное, многопередельное производство. Итак, рабочие центры. Для организации производственных ресурсов программа позволяет создавать структуру рабочих центров, которая представляет собой часть производственного пространства. Для описания производственных мощностей подразделений предусматриваются виды рабочих центров. Виды рабочих центров – это группа центров, которые способны выполнять технологические операции. Использование видов рабочих центров позволяет создавать различные, задавать различные параметры планирования, в том числе и параллельные загрузки. И требуется это прежде всего для того, чтобы избежать такого эффекта, как эффект бутылочного горлышка. Практически все производственные предприятия рано или поздно сталкиваются с эффектом, его можно назвать еще узкое место, либо бутылочное горлышко, при котором производительность всей системы ограничивается одним или несколькими этапами производства. Документ разрешения на замену. Разрешение применяется при составлении спецификации заказа на производство. В документе указывается период и область действия разрешения. Этот документ позволяет использовать альтернативные материалы, схожие по качествам, в случае, если основной материал отсутствует на складе, что позволяет избежать дополнительных цепочек согласований и, соответственно, простой. Маршрутные карты. Они используются для введения детальных схем технологических операций, которые выполняются на одном этапе производства. И важно запомнить, что карта соответствует одному производственному этапу. На основании маршрутных карт предусмотрено заполнение ресурсных спецификаций. Нормативы производственных расходов. Этот документ предназначен для задания нормативов в производственных подразделениях на единицу базы распределения статьи расходов. На основании нормативов эти расходы будут включаться в плановую стоимость продукции при калькуляции. И требуется это, прежде всего, для того, чтобы была возможность увидеть плановую себестоимость продукции, которую в дальнейшем можно использовать для анализа производственных расходов по подразделениям. В плановой калькуляции в рамках данного механизма осуществляется расчет полной себестоимости, плановой себестоимости продукции и полуфабрикатов. И есть возможность детализировать эту информацию до первичного сетка. Объектом калькуляции может являться ресурсная спецификация или заказ на производство. В дальнейшем используется для проведения планфактного анализа и также может быть использовано для корректировки цен выпускаемой продукции. Помимо этого, в панели гиперссылок есть еще два пункта, которые мы не рассмотрели. Это дерево спецификации и применение заказа. Дерево спецификации позволяет, визуально показывает, предназначено для наглядного отображения структуры изделия и визуально представляет весь ее состав, может быть построена с учетом спецификаций, производимых в процессе полуфабрикатов. Ну и применение заказа – это информация, которая показывает заказы, в которых используется данная спецификация. Итак, рассмотрев ресурсные спецификации, можно сказать следующее. Работа с рабочими центрами и их планирование помогает решить проблему узких мест и равномерно распределить на окружку на рабочие центры. Замена материалов позволяет избежать дополнительных простоев и согласований. Плановые калькуляции – это прежде всего инструмент контроля и анализа, особенно для многопередивных производств. Планирование полной себестоимости для планфактного анализа является инструментом контроля и последующего анализа. Ну, а дерево спецификаций дает наглядное представление структуры производства изделия. Это особенно полезно, если имеются многопередельные производства. Итак, что мы имеем? Если в комплексной автоматизации есть возможность работать с ресурсной спецификацией, в которой указывается список входов и выходов, объем, трудозатрат и состав, этапов производственного процесса, то в дополнение к ней в 1S ERP представлены более глубокие инструменты для работы со всеми ресурсами, имеющимися в наличии, включая производственные. Следующий блок – это планирование ресурсов. Для планирования запасов в одном и другом программном продукте используется система бюджетирования и планирования. В программе предусмотрен инструментарий, который позволяет моделировать перспективное финансовое состояние предприятия с учетом имеющихся ресурсов, возможности по привлечению дополнительных капиталов. Прежде всего, бюджетирование – это инструмент для составления бюджетов и контроля финансовых потоков, ну, а планирование – это составление товарных планов и управления запасами. Система позволяет планировать следующие процессы, помогает организовать эффективную работу предприятия, давая возможность системно управлять взаимосвязанными элементами. Прежде всего, это сбыт, производство и закупки. В процессе планирования составляются комплекты планов, которые охватывают различные подразделения предприятия. Как мы видим, задачи планирования – это в основном прогноз показателей, составление эффективных моделей и сценарий, которые в дальнейшем можно будет проанализировать и при необходимости откорректировать. Ну, и выработка системы контроля. Результатом всех этих задач является получение результата, а результат для любого бизнеса – это, прежде всего, максимизация прибыли. На картинке явно представлена явная взаимосвязь подсистемы бюджетирования и подсистемы планирования. Как мы видим, существует две схемы, которые можно условно назвать планирование сверху вниз и планирование снизу вверх. Если система, так сказать, сверху вниз, то данное бюджетирование является источником планирования, значит, что первоначально составляются бюджеты, формируется стратегический план в денежном выражении, ну, и на его основе уже формируются планы в подсистеме планирования. И целевая цифра планов бюджетирования распределяется на товары и количество. Если же мы планируем снизу вверх, то данные планирования являются источником бюджетирования. Собирается статистика по товарообороту, на основании которой формируются документы планирования, и в будущем эти планы контролируются в выполнении. Детальные данные планирования собираются в бюджеты для дальнейшего контроля. В слайде представлена взаимосвязь под системой 1S ERP. Здесь наглядно видно, что система планирования имеет три уровня. На данный момент это уровень предприятия, когда регистрироваются планы продаж, производства и закупок. На межцеховом уровне в системе используются заказы, этапы и графики производства, и на цеховом уровне в системе работают с операциями, машинными картами. Основные шаги планирования. Здесь нам интересно прежде всего создание планов, анализ выполненности и анализ результатов. Для этого есть рабочее место управления процессом планирования, которое позволяет довольно комфортно работать с планами. Планы продаж по товарным категориям и на мегалатуре, есть планы производства, планы сборки-разборки, планы закупок, планы остатков и планы внутренних потреблений. Рабочее место управления процессом планирования позволяет с ними работать. По завершении создания планов важно проанализировать их сходимость. Для этого в системе есть такой отчет, как сбалансированность планов. Он показывает, насколько выполнены наши планы за счет планов обеспечения. Самый простой пример. Если мы спланировали продать больше, чем закупить, то это можно будет увидеть в отчете. Также в отчете плановой потребности видов рабочих центров мы можем увидеть, и здесь на картинке достаточно явно видно, насколько загружены наши производственные мощности, ну и каких ресурсов не хватает, либо может не хватить в какой-то из моментов. Также в процессе выполнения всегда можно обратиться к блоку анализа результатов, где представлены отчеты, которые позволяют видеть исполнение планов, исполнение планов по продажам, по производствам, по закупкам, ну и в целом по подразделениям. Если говорить про планирование ресурсов, то прежде всего в комплексной автоматизации нет такого инструмента, нет такого типа обеспечения, как производство, что значительно снижает возможности планирования. Ну а в ERP эта система позволяет создавать цепочки зависимых планов и бюджетов, формировать задачи на ввод согласования бюджетов, контролировать исполнение задач и проводить планфактный анализ. Бюджетирование. В рамках системы бюджетирования решается основная задача. Это оценка эффективности бизнес-модели. Здесь мы видим, что в один оси ERP представлен блок бюджетного процесса, позволяет автоматизировать весь процесс. Блоки схожи в обоих конфигурациях. И как вы видите, регламент бюджетного процесса и оценка исполнения бюджетного процесса и таблы, которые отличают комплексную автоматизацию от ERP. Что же такое регламент бюджетного процесса? Это инструмент автоматизации постановки задач с дальнейшим контролем и анализом выполнения. Предусмотрены следующие виды бюджетных задач. Это ввод бюджетов. Когда формируется задача на ввод документов, экземпляр бюджета, в которых указывается вид бюджета, сценарий и объекты детализации. Непосредственно ввод плана, когда формируется задача на ввод документов, план продаж, план производства, либо план закупок. Процесс утверждения бюджетов, когда формируется задача на утверждение экземпляров бюджетов или планов. Установка значений нефинансовых показателей. Это задача на ввод. И, соответственно, повтор группы этапов, когда формируется задача на повтор выбранной группы этапов в рамках определенного сценария. Сам бюджетный процесс достаточно наглядно представляет всю систему задач, сроков выполнения ответственных. Это наглядно показано в инструменте контроля, который называется монитор бюджетных процессов. Рабочее место, которое позволяет видеть... Вернее, это рабочее место, которое позволяет отображать весь бюджетный процесс в виде обзора. либо это может быть... Либо отображение может быть настроено по задачам по периодам, либо задачи по исполнителям. Выглядит следующим образом. Представлены планы, насколько задачи выполнены, которые просрочены. Помимо этого, система позволяет наглядно увидеть несоответственные в загрузке исполнителей, а также нестыковки по срокам выполнения задач. Если одна задача зависит от другой и сроки не выполняются, соответственно, это все будет... Эти разрывы будут видны на диаграмме. Итак, то, что касается бюджетирования. Бюджетирование в комплексной автоматизации позволяет моделировать перспективные планы и контролировать лимиты расходования денежных средств. Отсутствует как таковой бюджетный процесс. В ERP можно создавать целые цепочки зависимых бюджетов. Есть инструмент автоматического формирования задач для сотрудников. Есть инструмент контроля исполнения задач, который у нас вводит монитор бюджетного процесса. Ну и, соответственно, есть возможность проводить план-фактный анализ. В системе ERP есть возможность управления производством на разных уровнях, которая подразумевает планирование, диспетчирование, запуске производства резервов, материалов и снабжение рабочих мест. Мы видим сравнение блоков. Здесь мы видим дополнительно присутствия между цехового и внутри цехового управления, плюс блок ремонта, о котором мы сегодня не будем говорить. Итак, инструменты. Заказы на производство, управление очередью заказов, диспетчирование этапов, выполнение этапов и выполнение операций. Если говорить про функциональность блока производства в ERP, то это фактически тема отдельного вебинара. Сегодня же я покажу прежде всего инструмент работы с заказами на производство, который позволяет довольно детально планировать всю работу до мельчайших этапов. Итак, прежде всего существует такое понятие, как потребность в производстве. Потребности в производстве могут быть сформированы несколькими способами. Схема называется либо толкающей, либо тянущей. Толкающая это когда используются планы производства и, соответственно, производство работает по планам. И тянущая схема это когда производство работает по заказам. Заказы могут быть от клиентов, заказы на внутреннее потребление, либо заказы ремонта. Заказы на производство могут быть созданы либо по плану, либо по потребности. когда появляется потребность к производству, создаются заказы на производство. На слайде вы видите, что заказы на производство это межсеховой уровень. После того, как создано заказы на производство, они делятся на этапы и идет уже дальнейшее планирование с переходом на внутрицеховую работу. Заказы на производство, как я уже сказал, могут быть сформированы либо по плану, либо по потребностям, либо заведены вручную. Далее, если мы говорим по заказам, можно перейти непосредственно в управление очередью заказов, где мы видим все заказы. Пиктограммы отмечают необходимые для них действия, что позволяет достаточно удобно работать. Справа мы видим быстрый фильтр, который позволяет фильтровать заказы по статусам и переводить при необходимости дальнейшие этапы. Это рабочее место предназначено для управления очередью заказов и формирования этапов производства, построения графика производства и, соответственно, контроля выполнения. Для диспетчеризации оформленных этапов производства используется рабочее место диспетчирования этапов. В рамках указанного рабочего места решаются следующие задачи. это прежде всего обеспечение этапов материалами, это перепланирование заказа, это перепланирование этапов и передача этапов к выполнению. Дальше есть возможность перейти в рабочее место выполнения этапов. Если диспетчирование этапов это уровень пригодира, то уровень выполнения этапов это уровень непосредственно производственного подразделения и производства. Рабочее место предназначено для отображения списка этапов производства, которые подлежат выполнению. и в этом рабочее место попадают этапы, в которых проставлены статусы к выполнению либо начат, либо завершенный. Ну и еще одно рабочее место это собственно место выполнения операций, которое предназначено для осуществления действий по выполнению непосредственно операций. Если в подразделении используются сменные задания, то назначение операции выполняется в рабочем месте формирования сменных заданий, а в форме отображаются только данные закладки операции. Итак, подведем итоги. Если говорить про комплексную автоматизацию, то, как я уже сказал, блок производства относительно простой и в большей степени позволяет фиксировать производственные процессы. Что же касается ERP, то здесь достаточно гибкие инструменты именно управления и планирования производства, работа с заказами, дальнейшем планировании каждого участка работы, диспетчированием и составлением календарных графиков. Есть работа с плановой калькуляцией и детальной себестоимостью. Ну и очень немаловажный момент, это то, что схема позволяет работать как с давальческим среднем, так и отдавать сырянную переработку. В случае же комплексной автоматизации есть некоторые ограничения по расчету себестоимости, и нет схемы производства издавальческого сырья. Итак, основной вывод состоит в том, что блок производства в ERP позволяет планировать и управлять производственным процессом, а в комплексной автоматизации в большей степени фиксировать результат. Итак, отчеты. Если говорить про планирование, то в системе существует достаточно большое количество отчетов, которые позволяют увидеть исполнение плана продаж, сбалансирование с планов. Вверху выделено несколько отчетов, которые хотелось бы особо отметить. Это прежде всего отчеты из ресурсной спецификации от планения от планов и стоимость материалов и работ, которые позволяют видеть полную картину и являются очень информативными. В плане бюджетирования прежде всего это оборотная ведомость по статьям бюджетов, оборотно-сальдовая ведомость, но и в ERP при использовании бюджетного процесса появляется статистика по выполнению задач и, собственно, монитор бюджетного процесса. Помимо этого есть отчет по задачам непосредственно для исполнителя, который видит свои задачи непосредственно. Производственный блок наиболее информативными отчетами являются это, прежде всего, загрузка видов рабочих центров, исполнение прована производства, анализ себестоимости выполненной продукции, выпущенной продукции, ну и контроль поставок, если мы говорим о довальческой схеме работы. Подводя итог, можно сказать следующее, что если вам требуется планировать загрузку производственных площадей и оборудования, осуществлять операционное планирование, работать с диспетчеризацией производственных процессов на внутрицеховом и межцеховом планировании, составлять календарные графики производства и давать смену на суточные задания, то однозначно вам подойдет инструмент. подведем итог. Один S управления производством это прежде всего инструмент, который позволяет автоматизировать практически любые процессы, контролировать все без исключения ресурсы предприятия в полной мере и детально анализировать деятельность предприятия, автоматизация. В отличие от ERP, комплексная автоматизация это инструмент в большей степени позволяющий фиксировать результаты деятельности, ну и предназначен для построения единой информационной системы, которая закроет основные блоки, такие как бухгалтерия, торговля, склад, расчет заработной платы и кадровый учет. В любом случае важно понимать, что основным критерием при выборе продукта должны стать результаты предпроектного отследования. Это этап, на котором я уверен, что не стоит экономить. Этот этап может быть проведен как специалистами нашей компании, так и других, которые занимаются внедрением ERP. И оценка экспертов, как вы понимаете, позволит принимать, позволит принять правильное решение, ориентируясь на соотношение стоимости внедрения и экономического эффекта. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, и будет рад на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!